call 3 бета 70 процентов опять же вернусь к первому уроку интенсива там я рассказывал какие руки можно коллировать какие всегда можно коллировать какие можно коллировать в трех исключениях было же такое помнишь не да да я пересматривал а я там говорил что call 3 бета должен быть примерно 30 35 процентов говорил говорил доходит 70 в чем причина причина в том что ты просто лезешь туда куда не надо давай посмотрим куда ты лезешь ну наглядно то есть выбираем ситуацию когда ты коллируешь 3-бет и я сейчас какие-то там парочку ситуации открою и ты мне просто ответишь на основании каких моих рекомендаций допустим и тут коллирует и мы тем самым сделаем выводы типа аля чего не надо делать договорились да вот открываешь тебя здесь 3-бетит и еще один коллирует то бишь ты находишься сейчас без позиции с король 6 крести ну и как бы не знаю наверно вопрос такой пока простой в лоб где из моих каких-то там видео или чего подобного ты услышал или понял что тут нужно коллировать нигде это уже свое это свое это свое допустим дальше идем ну давай глянем предположим валет 9 мне как бы результат не важно ты там выиграл просрал деньги абсолютно не важно мне важно важно сама идея ну во первых начнем хотя бы с того что валет 9 с ранней позиции отныне и открывать не будешь договорились хорошо а но все-таки вдруг если так вот посмотрим вся типичность тот опять же открываешь валет 9 давай хотя бы ладно заучивать это одно хотя бы ты мне ответишь ты хотя бы понимаешь в чем скажем так плохости не знаю как это по-русски правильно сказать чего в чем ошибка коллирования сейчас без позиции валет 9 допустим червей ну если и если ты не знаешь я объясню если знаешь что давайте хотя бы своими словами объясни и мне почему здесь допустим я вот сейчас так типа говорю что нужно падать почему потому что он на дилере у него диапазон получается шире нет у меня вопрос в том почему нельзя коллировать диапазон шире это как бы не повод нам не коллировать то что он 3б эти тут ага во-первых да когда он 3б эти тут ага можно сделать в принципе сразу первую вывод что как как правило когда люди люди 3б эти тут ага у них диапазон не широкий раз ну расскажу тебе на скидку это примерно в районе пяти тире семи процентов там пять процентов в районе того как правило на низких лимитах если не знаешь только пять процентов ты можешь это в эквилабе без проблем посмотреть знаю что такое пять процентов учитывая то что топ диапазон это два процента и это нации то еще четыре карты из туз дама туз король и минимум туз валет добавить несложно соответственно дальше а первом этом курсе я же говорил вас в каких ситуациях основном делаются деньги до позиция агрессия это хорошая средняя рука правильно хорошо да ты понимаешь что у него сейчас есть и позиция и агрессия и очевидно и очевидно рука сильнее чем твоя понимаю и соответственно понимая этого ты не имеешь права сюда лезть ну в эту котельню как говорится вот согласен согласен ну блин я понимаю что тебе интересно сейчас вот кольнуть и увидеть такой флоп я понимаю это прекрасно так наверно это и расчет по большому счету когда я разыгрываю такие карты я тебе объясню простой расчет все давно за тебя уже рассчитали твоя задача просто это поскорее скажем так принять и делать потому что ну я тебе объясню в чем суть есть два пути развития в логере первое это самостоятельный это метод набития своих ошибок ну своими опытами ошибками и так далее ты набиваешь шишки ты набиваешь сам себе шишки на голове сейчас я закрою окно что-то начало свистеть как говорится сейчас секундочку так вот методами проб и ошибок ты сам себе набиваешь эти шишки и ты тем самым что-то двигаешься дальше пытаешься сам обучаться это если самостоятельно для чего вообще тебе нужен грубый ряд тренер тренер тебе нужен только для того чтобы он тебе передал свои свои ошибки которые он сам уже набил и сам ну это все на своей шкуре прочувствовал или там то что он просто знает больше всех этих тонкостей вещей и так далее и так далее ну начиная там от покерной математики и так далее и так далее как говорится соответственно все давным-давно за тебя уже как говорится просчитано и я же не с головы беру что тебе здесь валет 9 нельзя коллировать без позиции я знаю что в этой ситуации на дистанции на дистанции не конкретно допустим данной раздаче видишь что получается ты сейчас оказался но в плюсе то есть ты сейчас у него тут кучу денег отожмешь и ты будешь думать что ты там молодец и все как бы ништяк да нет 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 на самом деле я вот перед тем как но опять же 26 начал играть именно открывать вот такие вот руки типа кору ну одномастный в общем да я понял что это но не то что ошибка что этого делать не надо во первых потому что в пип большой и это как раз таки частично но не то что частично достаточно боль большой процент вот именно вот этих круг это как раз таки то наверное может быть и все десять процентов то что я открываю а во-вторых минус какой дальше вот на так с такой картой на такой доске я все равно буду переживать за короля либо за даму который у него вполне могут быть то есть он тебя в этом просто будет выбивать без позиции крайне тяжело играть да и тебя на послопе последний но это первый на и поэтому я уже и решил о том что надо бы от этого отходить то есть да это я уже к своим выводам в общем повторюсь мы сейчас ведем тему про колы три бетов и тебе нужно заканчивать коллирует эту вот ну глобально хрень я сейчас вот просто выделю синим цветом эти примерно до ситуации вот так вот если я там что-то не выделяю это в принципе еще более-менее годится но у тебя здесь просто этого как бы вот этого вот хрени то что и создает твой колл 70 процентов тебя же там колл три бета 70 процентов да да вот это вот хрень то что я сейчас выделяю да она как бы вот и является большой частью но все это его твои проблемы слишком как каждый там практически но не вторая раздача ну хватает если бы я конечно чтобы влезал бы там допустим проверял бы всякие там туз-4 и там пару шестерок где-то там не в тему лезешь ну не ну и так далее то тоже мог бы я найти еще и здесь скажем так проблемы но хотя бы на текущем опять же этапе не спешу я хочу чтобы ты начал бы с более простых вещей отказался бы от этой херни я понимаю что мы возможно для тебя сейчас покер какое-то развлечение но ну типа хочется тут экшена как ты говоришь это все понятно но моя цель и задача не веселиться ну то есть я когда играю я сюда прихожу не веселиться я прихожу с одной целью это заработать денег если тебе хочется веселиться ну блин тогда не по адресу тогда нужно не ко мне было обращаться не знаю кому правда но не ко мне в общем заканчиваем это веселье а